Всем привет, друзья! Срочные новости! Всё, что стоит сейчас у меня на полу, многие могут не поверить, но это подарок от подписчиков. В общем, всё, что здесь вот стоит, компьютер, я имею в виду системный блок, мониторы, ещё провода. Это всё было только что подарено подписчикам Сергеем, щедро подарено мне вот такой вот целый в сборе, ребята, компьютер. Вы только взгляните на этот корпус X-Predator. Охренеть, конечно, пыльненький, но посмотрите, какой он крутой. Мой залман как-то на фоне него выглядит зашкварно и дёшево, по-бомжатски, так сказать. В общем, вот такой корпус, крутейший корпус. Вот, сейчас всё покажу вам со всех сторон. Он просто очень тяжёлый, очень большой, я даже на стол его не могу никуда поставить. Вот такой вот огромный корпус X-Predator. Даже USB 3.0 выведено, регулировки вентиляторов, оборотов. Выведено на переднюю панель. Что ещё тут есть? Самое интересное внутри, конечно же, но визуально вот так выглядит компьютер. Кошара уже пришёл его осматривать. Это просто охренеть, я вот даже сказать ничего не могу. Слова не подбираются никакие. Но самое интересное, естественно, что у нас внутри этого компьютера. А внутри полный компьютер, полностью готовый к работе. С вентиляторами совсем, как вы видите. Вот такая башня стоит. Блин, сколько же трубок? Раз, два, три, четыре, пять. Так, это получается пять теплотрубок на ней. Офигеть. Смотрите, сколько слотов памяти. Раз, два, три, четыре, шесть слотов под оперативную память. Сейчас стоят две HyperX планки памяти. По 4 гига, наверное, стоят. И, как многие уже заметили, здесь есть две видеокарты в SLI. Вот они стоят, две видеокарты в SLI. Кс! Киса, отходи. В общем, две видюхи стоят в SLI. Это 580, по-моему, или... Что за карты? Так. 570, извините, пожалуйста. Допустил ошибку. 570 и две карты. Одна почему-то отсоединена, нижняя. Но я не знаю почему, но она отсоединена. Всё, конечно, запылившееся. Но охренительно крутое. Вы только взгляните на киловаттный блок питания Chieftec. Вот. Я думаю, уже говорить не о чем. Также здесь эта платформа 1366. Стоит четырёхъядерный восьмипоточный процессор. Это у нас i5-950. Ну, как мне сказал человек, я его ещё не включал. Только что занёс домой этот компьютер. Просто жесть. Это всё. Это мощнее моего компьютера. Компьютер. Мне даже не нужно, не иметь никакого смысла заказывать какой-то Xeon себе на 1155. Потому что вот он. То есть я имею вот компьютер, который гораздо мощнее моего. Но также здесь стоят два винта. По-моему, терабайтный, нижний и 500 гигабайт верхний Western Digital. Давайте салазки попробуем. Ну, не поддаётся. Вот. 500 гигабайт. И какой-то Seagate, похоже. Seagate, извините. Не буду. Он там на кабелях. Отломаю. Если с защёлками. Ну, по-моему, терабайтный мне сказали. Также имеется привод. Наклейка Razer. Самая крутая игровая наклейка. Кулера. Даже не знаю, что сказать. Я просто в шоке. Вы представляете, что к вам привезут такой компьютер и подарят. За абсолютно бесплатно. Без каких-то либо просьб. Вот такой вот системник. Во-первых, охренительно крутой корпус. Да я бы за корпус уже был просто суперски рад. Так, тут ещё две видеокарты. Две видеокарты. Процессор восьмипоточный. 950 i7. Ну, и винты. Короче, это полный набор охренительного игрового крутого компьютера. 2 570 VSLI и 1366 процессор. Такс. Что ещё сказать? Тут ещё есть мониторы. Монитор не один. Вот первый монитор. Сейчас достану. Блин, не могу достать. Он зацепился. В общем, вот такой монитор Samsung. Наверное, больше 20 дюймов, мне кажется. Он ещё не широкоформатный, но большой монитор. Большой красивый монитор. Кнопка включения здесь. Ну, этот монитор тоже встанет на замену вон того второго, который у меня стоит. Он мне не нравится. У него цветопередача ужасная, матрица ужасная. Не под всеми углами посмотришь. И вот такой вот Samsung. Появился монитор. В общем, вот такой вот моник. Классный. Тут ещё написано LED. А подсветка у него. Типа того. Вот тут LED написано. Да, LED. Вот такой Samsung монитор. Но это тоже не всё, ребята. Тут ещё есть кабеля. Кабелей целый пакет. И что я увидел сразу, так это валяющаяся планка здесь на 2 гигабайта. 1600 МГц. Вот такая вот планка. Это нереально круто. Corsair. Дальше куча проводов. Прямо-таки куча. Реально куча проводов. Это питалово. Это для видеокарты дополнительное питание. Это DVI. Даже провода есть. VGA, DVI. Переходники. Куча переходников. DVI, VGA. Охренеть. Просто красота. USB удлинитель. Блин, это круто. Ничего не скажешь. Целый пакет проводов. И ещё два Моника стоят вот в этой коробке. Сейчас я их выставлю и посмотрим. Ещё два вот таких вот Моника. NEC оба. Скорее всего оба 15-дюймовые. Ну, я вот уверен, что они 15-дюймовые. Но этот такой более уже современный в плане. Он с серебристой рамочкой. И второй с белой рамкой. И такой достаточно старый. Подставка от него лежит там. Просто одевать её сейчас, прикручивать не имело никого смысла. Иначе потом не уберётся монитор в эту коробку. В общем, три Моника. Вот такой жирнющий Моник. Два таких стандартных офисных Моника. Да, блин, и целый компьютер на 1366, ребята. Вот сейчас бомбануло у кого-то в Ростове, когда такие подарки приезжают. Блин, просто жесть. Вот такой компьютер. Теперь однозначно надо сидеть на этом компе. Мне всегда подкинуть ещё две плашки. Можно подкинуть мою 8-гиговую. Станет уже 16 гигов. А можно ещё подкинуть две по 4. Вот, в общем, будет у нас сколько? 16 плюс 8, то есть 24 гига оперативки. Да, скоро ещё карточку сделаю, свою топовую карту, которая... Ну, вы ещё не видели это видео. В общем, у меня ещё будет топовая карточка здесь. Так что просто жир. Это охренеть. У меня теперь мой комп, можно сказать, полностью бесполезен. Вот с этим компьютером в сравнении, если его представить, то мой достаточно слабый. Как я понял, он под разгоном здесь, процессор. То ли до 4 ГГц человек написал. Вот этот i5 разогнан. Ну, в общем, ребят, поставьте лайки, порадуйтесь за меня. У меня теперь нормальный компьютер. Вот такой вот охренительный компьютер. Я говорю, скорее всего, я его поставлю на постоянку. А тот, который там в углу сейчас стоит, что-нибудь с ним сделаем, разберём. Я не знаю, что, но что-нибудь придумаем. В общем, вот такие были неожиданные подарки и подгоны. Я сам в шоке. Надо всем заниматься. Это всё надо очищать. Потому что всё пыльное достаточно. Но, блин, две видюхи в СЛА и стоят. Вообще жир. Такого ещё не было здесь на канале. И подарков таких не было. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok